Вы позвонили на телефон доверия МВД России. Вы можете сообщить оператору имеющуюся у вас информацию о преступлениях и иных правонарушениях. Телефон доверия Главного управления МВД России по городу Москве, старший лецен по лицу Лункова. Здравствуйте. Здравствуйте. Господи, неужели до вас дозвонился та ночь? Я даже не знаю, в общем, с чего начать. Я фотограф, иногда оператором подрабатываю. Люблю ездить по разным городам, путешествовать, фотографировать разные города, не только Москву. В общем, летом этого года я был в Томске в августе. Там тоже фотографировал, ходил несколько дней, фотографировал. Я сейчас посмотрел вот это расследование CNN Навального о том, как его пытались убить. Представляете себе, я на одной из фотографий нашел человека, ну, я не знаю, там, в общем, с точностью. Ну, в общем, либо этот человек, либо это брат-близнец. Вот как у него на фотографии якобы тот, кто пытался его убить. Вот этот вот, ну, кто там, ФСБшники они или кто? Классно, фотографии. Да, у меня на фотографии, представляете себе, на улице. Как раз вот, не знаю, там, может, метрах в ста от его гостиницы. Вот где его, где это все, вот, я погуглил, где это все произошло. Но как раз вот там метров в ста это все было. Как раз ночью. А уже здесь кто отравил Навального? И показали его лицо под компьютером? Ну, вот шесть человек там, или сколько там, или восемь. Сейчас скажу точно. Вам наряд сейчас требуется? Нет, я просто не знаю, что мне с этой информацией теперь делать. Мне ее либо в СМИ передать, но я боюсь, что меня за это посадят. Вот. Или, может быть, если какое-то расследование действительно ведется, там, МВД, там, не знаю, кто. Где вы находитесь сейчас? В Москве. Где в Москве? Тут он просто пишет, что это якобы сотрудники ФСБ какие-то там, ну, что пытались его убить. Увидено, что это человек один из тех людей. Ну, конечно, ну, вот, ну, я не знаю, я даже жену позвал, говорю, вот, посмотри, это он или не он. У меня просто камера хорошая, я очень, ну, приблизил, вот, там, буквально до пикселя можно его там волосы там в носу рассмотреть. Ну. Вам наряд требуется, мы можем к вам направить, вы сообщите им эту информацию. Надо это вообще кому-то или мне это, ну, в смех? Я не даю советы по телефону, надо это или не надо. Если вы хотите об этом сообщить, вы можете подойти и сообщить эту информацию. Ага. Не, ну, просто, ну, как, если я просто сейчас там в СМИ куда-то отправлю это, а меня потом придут и так же новичком убьют, это, ну, я не хочу так. Или посадят меня там. Я бы хотел доверять полиции и вообще власти в России. Вы слышите, для чего существует телефон доверия? Мы принимаем информацию о противоправных действиях сотрудников полиции. Так я ж не знаю, кто они были, может, они мусора были. Кто они? Ну, вот эти убийцы или кто там, ну, кто, кто убил, ну, пытался убить, я вообще не знаю. Мусора сотрудники полиции, гражданин, выражайтесь, пожалуйста, правильно. А, извините, я просто не знал, что это одно и то же для вас. Простите. В чем сейчас заключается противоправное действие сотрудников полиции? Ну, я не знаю, но у вас расследование ведется, я просто не знаю, куда позвонить, и вот я первый телефон, который нашел. Вы меня слышите, гражданин, вообще слышите, или вы сами с тобой разговариваете? Куда вы хотите, чтобы мы передали? Ну, не знаю, в главное какое-нибудь управление или вот хотя бы в... Пожалуйста, подъезжайте по адресу улицы Петровка, 38А и сообщайте данную информацию. А вы не можете эту информацию передать, чтобы со мной связался кто-то уже как бы... Я могу только по перед реальности передать, по вашему... Хорошо, так может в город Омск передадите? О, Томск, то есть? А при чем здесь Омск? Ну, в Томске же это все совершенно было. А вы сейчас в Москве находитесь? Ну, я-то в Москве, но преступление это в Томске. Его в Томске отравили, да? В Томске, да. Его в Томске отравили? В Томске, в Томске. Вот у меня нет такой информации, я не осознанена, где отравили его. Ну, я же вам сказал, что в Томске... Как ваша фамилия, имя, отчество, пожалуйста? На одной фотографии вы увидели одного из людей, которые подозреваются в отравлении Навального, да? Да, да. У вас в Вишняковской, 31 корпус, да? Да, квартира 77. Хорошо, приняли вашу информацию. Спасибо большое. До доброго. До свидания. Ну, и вот, ну, как вот с ними общаться, друзья? Если вот человек звонит им, передает какую-то информацию, а им говорят, а давай мы тебе отправим ее по месту жительства, там, в какой-нибудь районный отдел или там еще куда-то. Ну, это не важно, но это, в принципе, само по себе, да, цирк. А что вы звоните, а что, ну, при чем здесь сотрудники полиции? То есть, ну, полиция, по моему мнению, это орган вообще, который должен помогать людям. И если люди даже не знают, куда обратиться, если они обратятся в полицию, их как минимум, ну, не должны посылать. Она должна спокойно разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса. То есть, не то, что там, гражданин, в чем тут сотрудники полиции виноваты? Это что вообще за отношения, блин? Я не хочу, чтобы такие мусора у нас были. Да, вообще, о чем я говорю? Вот реально, вся, вот, все, что мы вам показываем, это, в принципе, мелочи по сравнению с тем, что, ну, человека реально пытались убить и отравить. А тут, по сути, очевидец якобы звонит в полицию и сообщает о том, что он очевидец убийства, преступления. А ему говорят, гражданин, мы этим не занимаемся. Ну, то есть, ну, это как вообще? Ну, короче, пишите свои комментарии, что думаете по этому поводу, поставьте обязательно лайкосик и подпишитесь на канал. Ну, и напишите, вообще, нравится вам такой формат звонков мусорам или нет. Все, всем удачи, всем пока, боритесь за свои права. Адрес происшествия, значит, какой? Адрес происшествия, это город Томск. Томск? Да. Секунду. Томск, да? Да, город Томск. Тя, мне вообще кому-то об этом можно говорить или там, это тайна какая-то может быть? Или что? Ты, не знаю даже, я думаю, нет, а что здесь. Ну, просто, мало ли, я не знаю, там ФСБ, там, меня-то не посадят за это просто. Если я в СМИ выложу там или Навальному еще пришлю, то это не, ну, ничего страшного, да? Ну, не знаю, как насчет СМИ. Да вы, не поезжайте, сам сержится, будет проведена проверка. Ага, ну, короче, пока не выкладывайте. Вам там более подробно. Вам там все датом расскажут. Ага. Подробно. Хорошо. Все, ожидайте. Все, спасибо. На все доброе. Подпишитесь на канал, поставьте этому видео лайк, оставьте множество комментариев, а также боритесь за свои права. До новых встреч.